в каждый бассейн я вот на шарнире распилил доску шарнир и подгрузил металлическим грузом любым там какой под руку попался и вот у меня получается сюда трапик и он в воде почти до самого дна 200 литровую бочку по вдоль распилил получился на 100 литров у него такой небольшой бассейн но все равно от этого явления от крысиных набегов птица гибнет у меня всем привет мне в последнее время начали задавать много вопросов по разведению по уходу за подсадными утками сегодня постараюсь ответить на многие вопросы и рассказать о том как я развожу подсадных уток и что к чему зачем и как начну с того что нужно создать условия для того чтобы утки нормально комфортно себя чувствовали и разводились чтоб у них не болела голова о том что им слишком мало места чтобы они друг друга не топтали не давили утят поэтому я построил два таких навеса загороженных сверху сеткой от птиц различных тут сетка наподобие сетки рабицы пластиковая и в один из отсеков отсадил селезня чтобы он не вредил уткам в процессе высиживания яиц не долбил кладки и впоследствии не топтал птенцов разные селезня бывает и по-разному ситуации складываются может попасть такой селезень который будет долбить кладки либо топтать уничтожать птенцов для того чтобы в дальнейшем опять спариваться с уткой поэтому он у меня сидит отдельно там я ему сделал лежак из сена железо накрыл кормушку поставил и 200 литровую бочку по вдоль распилил получился на 100 литров у него такой небольшой бассейн вот во втором отсеке и в стайке у меня полностью все отгорожено под уток ну начну свой рассказ с того что после охоты утки селезнем находится вместе селезенец топчет и они делают кладки вот у меня есть кладка значит утка находит какое-то темное место у меня было просто я крышку поставил соломы сюда бросил несколько таких сделал мест и вот была кладка утиная они здесь сделали все гнездо нанесли яиц причем в этом случае у меня неординарный случай был здесь сразу две утки в одно гнездо яиц нанесли сидели вдвоем после того как утки считает что кладка у нее сделано все она садится на яйца в этот период утка практически не выходит никуда сидит на яйца изредка выбегает помыться обмочить свои перья чтобы выпаривать яйца смачивать их и покормиться в этот период они обычно очень быстро бегают кричатных хватает на бегу все потом обратно бегут на кладку перед тем как складки слезть они надирают себя пух укрывают яйца я специально наблюдал смотрел яйца накрытые и утка значит бегает тут быстро поела покупалась намочилась хлоп опять сидит сидели у меня две утки тут конечно ситуации бывают разные бывает что утки яйца раскатывают начинают там друг другом воевать за одно гнездо можно одну утку убирать но тут же опять 50 на 50 если одну утку убрать допустим и заново кладку чтобы она делала вторая все яйца не высадит в общем я ничего не стал трогать как природа распорядилась так думаю пусть и будет и так она и вышла они у меня вдвоем вы сидели кладку и вот буквально несколько дней назад у меня появилось 13 птенцов и две утки их воспитывают то есть у них я так понял особо они не париться по поводу этого вдвоем бродит лазит птенцы вдвоем их там только одной кто другой все нормально тут был 13 штук в первый день пришел один мертвый оказался на второй день тоже но это птицы у них природы так устроено что слабые погибают либо там может затоптать утка либо еще что-то произойти либо просто он слабый от природы в общем двое погибли вот 11 птенцов осталось пока все нормально дальше вот они уже несколько дней наблюдаю все 11 так и живут период когда утки сели на яйца я селезню убрал чтоб он не мешал они сидят себе и сидят выпаривают вот вам покажу еще сидит утка эти утки у меня сели где-то на полторы на две недели позже чем первые с этими утками охотился вы видели их моих видео поэтому они кладку сделали позже и сидят одна утка вообще сделала там у меня была одна сыпушки стена осталась утка там дыру нашла и сделала кладку я сначала думал что она пропала куда-то все излазил и насиновали везде нигде нету потом догадался посмотреть внутрь стены оказалось что она там пришлось дырку и там расковырять маленько побольше вот она периодически оттуда вылазит покормиться и обратно на кладку теперь по поводу кормления птенцов в первые сутки после появления птенцов утка их сразу же под себя и они там под ней как бы сохнут набиваются ей подкрыли она там распушиться растопыривают крылья они набиваются и сидят в первые сутки они практически не ели у меня вот но они у всех на так в общем пока они пришли в себя на вторые сутки у меня встал вопрос чем кормить значит первое что я сделал я сварил пшенки обычный и насыпал нашел вот стекло какой-то кусок думаю чтобы они там из тарелки пока научиться есть на стекло общем насыпал немного там ну буквально 200-300 грамм поставил поилку с водой в которую добавил витамины специальные для птиц продаются капли добавляется воду в общем первую банку они у меня с витаминами пропили нашел также стартовый комбикорм гранулированный именно для водоплавающих птиц для уток где-то со 2 с 3 дня появления утят я съездил на водоем сделал специальный сачок такой из мелкой сетки и набрал резки вот целый бачок набрал прям стены со всякой с микроорганизмами и вот им каждый день подсыпаю утки это дело очень любит это их природная пища я там прям стены там набрал с этими с камышами со всякими и бросаю в ванну где они плавают они там ее плавают требушат в общем это их любимая еда также можно с огорода надрать мокрицы такая мягкая тоже трава который любит все птицы вот смотрите как утки относятся к рязке от их скуление вот даже утки который на гнездах сидят не выдерживают кладку бросают короче бегут поедят быстро и обратно на яйца лет еще один момент утки очень любят также белковую пищу например живых червей либо опарыша поэтому я и ближайшее время сделаю себе на стойке такую сетку повыше поставлю значит сделаю стойку и как столешницу сетку к ней прикручу и поставлю где-то в углу положу может быть рыбьи головы либо еще что-то мясо какое-то чтобы там образовался опарыш и опарыш когда начнет там активную деятельность он будет сквозь и чаю сетки сыпаться на землю утки это очень любят подбирают едят чтоб червей не копать в общем сделаю такую вещь за счет того что высокая конструкция будет запаха практически не будет чувствовать никакого вида в достатке птицы вся сытая птенцы все сытые с этим все нормально теперь хочу рассказать немного о безопасности утят утята это желанная добыча для крыс для котов для различных хищных птиц коршунов там ворон сорок и так далее поэтому нужно создать такие условия чтобы утята были безопасности по поводу крыс тут борьба только травлением различными крысиными ядами можно ловить капканами но все равно от этого явления от крысиных набегов птица гибнет у меня тут пока этой проблемы нет но в дальнейшем она практически у всех птицеводов появляется второе значит от птиц от различных хищных от котов самое лучшее это конечно навесы сетки огорожен снизу досками потому что у тебя то даже через сетку голову просовывает кот сидит и их ловит вытаскивает и съедает поэтому тут дело такое очень рискованное нужно к этому подойти с умом сверху от хищных птиц огороженным все сеткой птицы не могли залезть также воробьи постоянная проблема они прилетают съедают весь корм таскает к себе в гнезда поэтому нужно максимально отгородиться чтобы меньше было расходов и затрат также утята беспокойные особенно когда маленькие они везде лезут могут где-то застрять как куда-то там пропасть не смочь вылезти погибнуть поэтому надо тут тоже все продумать посмотреть чтобы все было культурное они никуда не могли в какую там историю попасть также по безопасности нужно продумать то что у тебя то часто лезут купаться они очень высоко прыгают как кузнечики и у меня прямо ванну запрыгивают без всяких проблем но может возникнуть такая ситуация что утка купается разбрызгивает воду и воды станет очень мало в бассейне утенок просто не сможет выбраться и начнет тонуть там от этого погибала ни одна птица у отца поэтому я сделал такую конструкцию в каждый бассейн я вот на шарнире распилил доску шарнир и подгрузил металлическим грузом любым там какой под руку попался и вот у меня получается сюда трапик и он в воде почти до самого дна даже если воды будет мало утенок все равно сможет выбраться там тоже самое сделал также утки очень любят сырость им нужно очень много воды чтобы было всегда в избытке чтобы была грязь потому что грязь у них это они ее тоже через свой кишечник пропускают чистит кишечник это очень важно грязь должна быть постоянно когда птица подрастет вот у меня взрослые утки едят просто пшеницу зерно и комбикорм для уток тоже гранулирован уже для взрослых птиц вот это их будет основной корм и зимой тоже зерно и этот корм перемешку мешанка я специально делаю мешая они танца кому чуна тут то и выбирает ну вот в принципе осветил те вопросы которые мне задавали сейчас покормлю принес вот пшенки опять каждый день нашел по такому контейнеру половину я им сыплю на это стекло с утра половина вечера в принципе не затратное дело и сейчас вы увидите как они это активно будут кушать кушать а а а а а а а ну вот как то так надеюсь на многие вопросы ответил информация будет полезна начинающим утятникам подсадникам подписывайтесь на наш канал ставьте палец вверх под видеороликом и до встречи на охотах и рыбалках подписывайтесь на наш канал